Игра, как мне показалось, разделилась на две части, как оно и есть, первый тайм и второй. Первый тайм прошел в более такой радной игре и интересной. Команды много двигались и созидали. Были моменты как у одной команды, так и у другой. А второй тайм оказался уже более скучным. Факел играл по счету уже, помятуя о том, что в концовке в Калининграде пропустили мяч. Мы, к сожалению, не смогли контратаковать. Здесь практически ничего во втором тайме мы не создали. Единственное, в последнюю пятиминутку был удар в штангу и какая-то агрессия с нашей стороны была. Больше мы не смогли ничем ответить, поэтому факел забил, поэтому он не победил. Ему хочу всех поздравить с победой и благодарить ребят за проявленный характер, за то, что выдержали борьбу. В принципе, мы предполагали, что игра будет тяжелая. Хорошо изучили мы соперника. Очень организованная команда, играющая строго в обороне. Не случайно по количеству пропущенных мячей она входит в выделывающую группу команд, у которых 25 мячей все было для этого пропущено. И то, что команда сильна в стандартных положениях, мы предполагали этого и готовились к этому. Но если взять содержание игры, то качество игры, именно по содержанию, оставляет желать лучшего. Но здесь чисто психологический момент присутствовал, потому что та череда поражений, которая была у нас из четырех матчей, четыре матча все мы проверяли в один мяч в равной борьбе. И где-то психологически, конечно, команда была так в напряжении в определенном все. Ну, по Шашкову мы изменяем ситуацию. Сыграли в ничью при неплохом качестве игры в Новосибирске, Сибири. Сегодня победа вот именно в чисто психологическом плане. Но здесь еще объективности ради нужно сказать, что у нас огромные проблемы, огромные проблемы кадровые. Вот на сегодняшний день, после сегодняшней игры, практически у нас осталось два защитника. Два защитника Багаев и Степанец, который давно не имел игровой практики. И далек от своего оптимального уровня готовности. Вы знаете, что серьезную травму получил на полгода, выбыл у нас тихий. Как минимум на месяц у нас выбыл после игры в Сибири. Был наш перелом ребра у него. Сегодня четвертую желтую карточку получил Осипенко. И на своей позиции играет Бикетов. Он не защитник. Два полноценных. Есть Тимошин, но Тимошин завтра едет на обследование. У него тоже проблемы с голеностопным суставом. Завтра обследование что покажет. Дай Богу, он надеется на то, что возможно он подойдет к игре, к следующей игре. Травмы получили у нас сегодня две. Травмы получил у нас Мурнин. Вынужденную замену пришлось сделать в перерыве. Тоже с ребром у него проблемы. И травма получила. Стало тоже обследование. Что-то может быть серьезное. Потому что жалуются очень отечность большая. Но я очень благодарен ребят за то, что проявили характер. Через такие игры тоже команда нужно проходить. И вот именно то, что она была. Неудачная серия. Все потихонечку мы даже с этими проблемами, я думаю, справимся. Павел Павлович, сегодня с одним числым нападающим командом начало игру. Почему? Это как бы продолжение той темы. То есть насытить центр поля максимально, чтобы не пропустить какое-то... Берехова не было. Центр поля, все. Но здесь мы учитывали то, как строится игру Балтика. И задание было, Альшин играл под Касьяном. И при развитии атаки он должен был выдвигаться, играть как второй форвард. И принимать мяч между линиями, между оборонной средней линией. Разгонять атаку. И собственно то, что мы планировали, он сделал. Разогнал атаку, заработал финансовое результативное действие. А здесь мы учитывали ростовые данные. У них очень хорошо при стандартах играют два центральных защитника. Но игранные варианты все. И здесь Касьяна отдали предпочтение, чтобы играть на втором этаже. Потому что до этого, играя в два форварда, длительная серия и у Берехова, и у Касьяна, не шла игра. Явно не шла. И вот сегодня Саша там, допустим, забил с пенальти. Но еще два момента. Вначале он обязан был забивать во вратарской, когда там не дотянулся до мяча. И сразу после забитого пенальти выход один в один. Пока реализация оставляет желать лучшего. Но надеюсь на то, что забил, может как-то ситуация немножко изменится. А почему вы Мичуринку усилили атаку, а не Берехову? Ну, здесь опять же стандартное положение, ростовые данные Мичуринка. Мичуринка намного сильнее играет, чем Миша. Миша не самый сильный компонент у него. И по тренировкам... В смысле, головой, да? Да, головой, да. Второй этаж, да, все. И здесь было задание конкретно играть с кем. Все, потому что, чтобы не проиграть воздух. С этим связано только.